Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Глава Сочи встретился с дольщиками ЖК Абсолют. Больше шести лет они не могут получить ни квартир, ни своих денег. 57 тысяч детей посетили за каникулы площадки нашего двора. В Сочи подвели итоги кампании по летней занятости школьников. На территории кладбища в Адлере открыли православный храм. Осветил его митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Их маршрут каждый день к дебоширам, хулиганам и любителям гулять голышом. Сотрудники ППС готовятся отметить свой профессиональный праздник. Глава Сочи встретился с дольщиками ЖК Абсолют. Ситуация с этим объектом непростая. Недострой находится в самом центре города и уже больше шести лет дольщики не могут получить ни квартир, ни назад своих денег за квадратные метры. Все подробности в нашем следующем сюжете. Разрешение на строительство вот этого дома на улице Островского было выдано еще в 2012 году. В нем было четко прописано количество этажей 17 плюс два технических и два подвальных. Отклонившись от первоначального проекта, застройщик не обратился в администрацию города за корректировкой проекта. А сейчас предприятие находится в стадии банкротства. Генеральный директор фирмы-застройщика Ирина Стародуб находится под домашним арестом. Ее подозревают в мошенничестве. Дом так и не достроен. Все потенциальные инвесторы, которым было предложено вложиться в объект, отказались. Ни один из моих названных инвесторов не остановился на вопросе достройки объекта по одной единственной причине. Зубная слава об этом объекте, это всем известно. В ходе изучения документа установлено о том, что осуществлялись и двойные, а по некоторым квартирам и тройные продажи. Официально зарегистрировано 254 договора долевого участия. Но в последнее время стали появляться люди, которые предъявляют свои требования по договорам инвестирования. Первое, это нам нужно найти наши деньги. Госпожа Стародуб говорит, что деньги унесла река, смеясь нам в лицо. Привлечь к субсидарной ответственности всех ее родственников, коммерческих директоров. В этом вопросе будут разбираться правоохранительные органы. Как отметил глава СОЧА Анатолий Пахомов, власти города будут оказывать дольщикам содействие в том, чтобы люди скорее смогли въехать в свои квартиры. Конечно, ни в коем случае один на один не оставляем дольщиков своих с нашими строителями. Мы окажем всяческое содействие. То есть, по большому счету, новому инвестору нужно будет сделать корректировку проекта, или проект новый даже, я не знаю, корректировкой обойдутся, экспертизу новую. В Краснодарском крае действует новый закон, по которому для достройки проблемных объектов инвестору может быть выделен компенсационный участок. Однако эта процедура еще не отработана. Как вариант, дольщики могут сами инвестировать в достройку своего дома. Но суммы, которые при этом понадобятся, значительные. К примеру, дорогостоящей будет стоимость работ по присоединению дома к электричеству, так как в центре города уже не осталось питающих источников. Сети придется проводить на большое расстояние. Однако до этого пока далеко. Сейчас главная задача временного управляющего и дольщиков – определиться с размером обязательств, чтобы можно было предоставить потенциальному инвестору достоверную картину по ситуации на объекте. Инга Габешия, Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Фонд развития промышленности «Края» выдал первые займы предприятиям. 67,5 миллионов рублей пойдут на модернизацию и расширение производства. Об этом журналистам рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев. Уже известно, что одно из агрообъединений планирует строительство в Уст-Лобинске завода по производству продукции из полипропилена. Благодаря займу предприятие сможет приобрести оборудование на 50 миллионов рублей. Другая компания планирует модернизацию производства для увеличения ассортимента. Займы позволят сделать с предприятием значительный рывок вперед и создать новые рабочие места, уверен губернатор. Промышленность региона нуждается где-то в перезагрузке, а где-то приходится и вовсе начинать с нуля. Сегодня отрасли необходима особая поддержка, чтобы затем окупить сполна все вложенные средства. Общая капитализация фонда в 2018 году составила 500 миллионов рублей. В ходе рассмотрения поступивших заявок фонд будет выделять самые перспективные кубанские предприятия. Им будут предоставлены кредиты под 3-6% годовых, что значительно ниже рыночных ставок. Бизнес активно привлекает средства и из федерального фонда. В прошлом году предприятия получили займы на 300 миллионов рублей. 57 тысяч детей посетили на каникулах придомовые площадки. В Сочи подвели итоги летней оздоровительной кампании. Вообще, сочинский проект площадки нашего двора отметил 10-летний юбилей. Расскажет Елена Всецына. Сочинскую детвору из разных районов города сегодня пригласили в парк имени Фрунзе. Организовали там праздник. А ребята показали, как они умеют отдыхать весело и шумно. Поддержать их пришел глава города, который лично контролировал занятость сочинских школьников и работу площадок во время каникул. Хочу сказать, что действительно очень быстро закончились эти три месяца. Но они были очень активны для наших ребят. Я хочу сказать, что только на площадках нашего двора приняло участие 57 тысяч наших деток. Они играли в футбол, занимались другими видами спорта. Они создавали свои театры. Они просто находили новых друзей, общались. То есть, лето было очень активное. Ежедневно 147 площадок города принимали около 3000 юных сочинцев. С ними занимались волонтеры, которые прошли специальную подготовку вожатых знаменитого лагеря «Орленок». Я очень люблю детей. Мне понравилось с ними работать. Дети радовались со мной. Постоянно играли в футбол. Я с ними занимался только спортом. Когда мы закончили свою работу, дети попросили у меня номер телефона, потому что очень нас полюбили. И теперь будут постоянно нам звонить. В этом году проект «Площадка нашего двора» охватил практически всех детей школьного возраста. Шесть дней в неделю в микрорайонах и селах проходили спортивно-оздоровительные, развлекательные и познавательные мероприятия. В гости к детям приходили и воспитанники военно-патриотического клуба. Они показали элементы рукопашного боя. В свою очередь, ребята захотели научиться тому же. Изъявили желание и уже пришли с родителями непосредственно к нам в клуб, записались и уже занимаются. Проведено и много выездных мероприятий. Сочинские школьники побывали в гостях у сотрудников МЧС и Росгвардии, пекли хлеб, катались на лошадях, участвовали в соревнованиях, походах, экскурсиях, театральных постановках. Здесь же в парке Фронзе студия «Кинобратство» снимала ролик о спортивной молодежи Сочи. Здесь же у нас работает профессиональная фотосъемка, где мы снимаем детей для нашей кинобазы. Поэтому мы приглашаем всем, мы открыты для всех. И мы очень хотим, чтобы побольше детей обратило свое внимание на такую форму искусства, как кинематограф. В честь официального закрытия проекта «Лето-2018» в парке высадили молодое дерево – ягодный тис, который, как известно, растет многие века. Всего за лето на площадках прошло свыше 5000 различных мероприятий для детей, проживающих от веселого до магрия. Сочинский опыт работы с детьми планируют принимать в других городах Краснодарского края уже в следующем году. Сегодня глава города Анатолий Пахомов наградил благодарственными письмами депутатов, меценатов, предпринимателей, всех, кто создавал материальную базу для занятий с детьми и обеспечивал детский досуг. А президент общественной организации «Лига женщин. Мост добра» Елена Пахомова вручила грант на развитие креативных идей при организации работы с детьми. «Лига женщин очень поддерживает молодых, смелых ребят, креативных, которые делают добро для наших деток города Сочи». Сегодня благодарственные письма получили также педагоги, тренеры, работники культуры и здравоохранения, сотрудники Управления молодежной политики и студенты. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Новая школа в новый учебный год. В хуторе Ленина под Краснодаром сегодня настоящий праздник. В 61-й школе открыли современное здание, рассчитанное почти на тысячу мест. Этого события местные жители ждали 8 лет. Сегодня в хутор Ленина приехал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев заглянул в учебные кабинеты. Они оснащены по последнему слову техники. Глава региона поговорил с педагогами, которые уже готовы приступить к работе. В День знаний новый учебный сезон во всех школах Кумани откроют уроком мужества. Очень долго мы ждали школу, ждали такие светлые классы, красивую мебель. Это ваша доска интерактивная? Да, это интерактивная доска уже. Все готово к уроку мужества. Наши деды, наши прадеды воевали. Для нас это очень важно, и мы готовимся. Коллеги, знаете, вот лимобеда, она тоже не сразу далась. И вот этот урок мужества, который будет, явно будет говорить детям о том, что слишком много отдано жизней советского народа, но победа стала за нами. Вот и школу мы сегодня строим, и тоже не сразу, конечно, мы их построим. Но верить, как наши деды верили, что они победят, они даже не сомневались. И мы должны верить, что вот такие современные школы в скором будущем будут, конечно, во всей нашей Кубани. В новом здании 61-й школы теперь есть три спортивных зала, информационный центр, медицинский кабинет и библиотека. А тех учеников, которые живут далеко от школы, будут подвозить автобусами. На территории кладбища в Адлере открыли православный храм. По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского и Седора, он был назван в честь благоверного князя Дмитрия Донского. Архипастер накануне совершил в новом храме первый молебен. Идея возвести храм на Адлерском кладбище возникла давно, когда построили церковь на территории Сочинского погоста. Сразу последовала долгая подготовительная работа, а само строительство осуществлялось в рекордные сроки. Всего за один год здесь засияли золотые купола и приветственно засверкала мозаика у входа. Он быстро построился, то есть вот теперь можно сходить в него, поприсутствовать. То есть вот как бы отец Алексея у нас здесь. Ну мы очень рады. Только в прошлом месяце была завершена роспись стен. В какой части храма ни находись, сверху на вас будет смотреть Спаситель. На западной стене панорама исторических событий. Преподобный Сергий, сыгравший в истории страны и её народа выдающуюся роль. Знаменитая Куликовская битва стала событием, которое изменило не только русскую, но и общую мировую историю. Под руководством святого князя русский народ стал формироваться как нация, по плечу которой были исключительные задачи. В основе больших побед была твёрдая православная вера. В алтарной части нового храма уже находится привезённый из митрополии Антименс. Теперь здесь могут совершать божественные литургии и церковные таинства, заказывать обедни за здравие и панихиды. Сложилась традиция такая, что поминали вначале убиенных воинов, которые погибли на поле Куликовом сражении. Но и затем вошло в практику поминать в этот день всех православных усопших православных христиан. И вот так считается и Дмитриевская родительская суббота, и поминальные субботы, и демомолимся именно у наших близких, перешедших в жизнь вечную. Накануне в новом храме совершил первый молебен митрополиты Сидор вместе со священниками Сочи и Адлера. Местные жители получили благословление архипастыря на создание здесь церковного прихода. Чем быстрее число верующих здесь будет увеличиваться, тем скорее воскресные богослужения в храме станут регулярными. Как архипастырь Кубани я рад, что у нас появился еще замечательный храм в городе Сочи, который будет украшать этот город, который будет собирать людей сюда для молитвы, для встречи, для того, чтобы поблагодарить Господа за оказанные, оказанные милости каждому из нас. За вклад в развитие Екатеринодарской и Кубанской епархии архипастырскими грамотами и медалями святой великомученицы Екатерины первой степени удостоились устроители храма Дмитрия Донского. Митрополит Исидор лично поблагодарил и главу Сочи за его участие в предоставлении земельного участка для нового храма. Только в Адлерском благочинии сегодня это 19-й храм, а в целом по Сочи, конечно, это значительно больше, и мы этому только радуемся и, конечно, всегда предоставляем земли. Вы, наверное, помните, что здесь, слава Богу, был муниципальный объект, который можно было передать церкви для того, чтобы потом здесь построен был храм. Духовное развитие Сочи продолжается. Число верующих и количество церковных приходов увеличивается. Известно, что сейчас рассматривается вопрос передачи еще двух муниципальных участков для строительства православных храмов. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. В пятницу в Сочи выпустят марки в честь новой волны. Спецгашение состоится сразу в двух районах курорта. На почтовой марке изображены сочинский морпорт и логотип конкурса «Новая волна». Дополнительно к выпуску марки изданы конверты и изготовлены штемпели первого дня для Сочи и Москвы. 31 августа в отеле «Меретинский» состоится церемония спецгашения. Его участники смогут первыми отправить письма и открытки с уникальной маркой своим родным и близким по всему миру. В этот же день все желающие смогут поставить оттиск особого штемпеля на марках с 15 до 22 часов на главпочтамте города Сочи. Стала известна культурно-развлекательная программа российского этапа «Формулы-1». Пятый Гран-при России порадует всех болельщиков тремя крупными концертами, которые пройдут в дни гонок. Первыми 28 сентября в Ледовом дворце «Большой» выступит группировка «Ленинград». В преддверии гонок лидер коллектива Сергей Шнуров прокатился на гоночном такси по Сочи-автодрому. Очень круто. Вот мы сейчас прокатились, сродни, не знаю, как будто выступаешь перед полумиллионной аудиторией, очень адреналиново. Для владельцев билетов в ВИП-ложи автодрома проход на концерт будет бесплатным. Обладатели билетов на трибуны и в зону свободного размещения смогут попасть на выступление Шнура с 50-процентной скидкой. Для них стоимость посещения концерта составит от 990 рублей. Также во время гонок в Сочи выступят группа «Би-2» и последний романтик отечественного хип-хопа «Баста». Эти концерты пройдут на центральной площади Олимпийского парка. Вход свободный для всех обладателей билетов на Гран-при России. Петля Нестерова, косая петля, бочка, колокол – эти и многие другие фигуры высшего пилотажа гости Сочи-автодрома увидят в рамках выступления авиационной группы «Стрижи» над небом Олимпийского парка. Вместе с выступлением летчиков состоится фестиваль драйва и моторов. Болельщики увидят захватывающие выступления знаменитых российских дрифтеров, экстремальные трюки и многое другое. Возле главной трибуны Сочи-автодрома во время уикенда будет работать фан-зона, где на симуляторе гости попробуют себя в роли настоящих гонщиков. В целом в Олимпийском парке Сочи будут открыты десятки площадок с различными активностями. В Сочи разрешили охоту на енота. Дело в том, что их численность в последние годы значительно выросла. И сегодня количество особей в нацпарке превысило 20 тысяч. На заседании Совета учреждения было рекомендовано открыть на территории нацпарка любительско-спортивную охоту. Заявки уже оформлены и направлены в соответствующий департамент Минприроды. В Сочинском нацпарке отметили, что еноты не так безобидны, как может показаться на первый взгляд. Енот-полоскун или американский енот был завезен на территорию края в 60-х годах для увеличения биоразнообразия. Но енот стал активно уничтожать другие виды животных и в прямом смысле слова отбирать пищу, вынуждая конкурентов покидать обжитые места. Енотов в Сочи настолько много, что они часто в поисках еды выходят в населенные пункты. Между тем, эти пушистые зверьки опасны и для человека. Они переносчики серьезных заболеваний, в том числе бешенства и чумки. Так что укус енота может привести в том числе и к летальному исходу. Также нацпарке напомнили, что самостоятельно предпринимать меры по ликвидации диких животных строго запрещено законом. Нарушителям может грозить ответственность по уголовной статье «Незаконная охота». Один день из жизни сотрудника патрульно-постовой службы. Наша съемочная группа сегодня заступила на дежурство вместе с экипажем ППС. В преддверии профессионального праздника защитники правопорядка рассказали, насколько их служба опасна и трудна. Будни сотрудников ППС не похожи на приключенческое кино, но именно эти люди следят за порядком на сочинских улицах. С утра под контролем инспекторов Шагиняна и Ольховецкого за вокзальный микрорайон, который не входит в список спокойных. Случались здесь и серьезные конфликты, но чаще мелкие беспорядки и пьяное хулиганство. А еще ППСники наркоманов задерживают, успокаивают семейных дебоширов. Рисковать жизнью приходится каждую смену. Сложная, опасная работа, но мы справляемся со всем. Вот мы сейчас съедем, не зная, что там будет нас ожидать, но мы готовы ко всему. Мы постоянно на страже, постоянно в дороге. Диких погоней или задержания преступников наша съемочная группа сегодня не увидела. Часы пик случаются по ночам, говорят защитники правопорядка. А вот днем полицейские патрулируют вверенные им улицы и охраняют покой граждан. Есть люди, которые дерутся, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, также в состоянии одурманивания, также голым выходят, не знаю из-за чего, по каким причинам. Начинается обострение и все прочее. Потому у них все выплескивает наружу. И раздевают семя, снимают одежду, проверяются по базам. Находится ли, состоит ли угрожение на учете в психонавирус-неврологическом диспансере, в туб-диспансере, в наркологическом диспансере. И, соответственно, вызывается бригада скорой медицинской помощи для оказания в первую очередь помощи данному гражданину и направления его в медучреждение. В зоне особого внимания не только улицы, парки и скверы. Периодически сотрудники ППС заходят в гости к школьникам и воспитанникам детских садов. Вот и сегодня по плану инструктаж для дошколят. Ребята, вы поняли, что не нужно разговаривать с незнакомыми людьми, также поднимать бесхозные предметы, брошенные. Поняли? Игрушки, пакеты, телефоны и все прочее. Самолеты? Общение с детьми – часть профилактической работы. Ведь борьба с преступностью – не единственная задача патрульно-постовой службы, которая, к слову, одной из самых многочисленных подразделений российской полиции. В Сочинском штате 124 сотрудника. И с начала года ими раскрыто 16 преступлений, совершенных на улицах курорта. Также у нас существуют стационарные посты, сезонные посты полиции, стационарный пост «Ривьера», где много отдыхающих в летний сезон, также стационарный пост «Маяк», где также находится очень много граждан и могут обратиться в любое время за помощью. Мы первоначально придем на помощь, никого в беде не оставим, всем поможем. Но, несмотря на то, что будет у нас праздник, все равно наряды останутся в городе и будем также продолжать бдительное несение службы. Профессия редко сталкивает сотрудников ППС с приятными людьми и событиями, но во всех ситуациях главное быть на страже и сохранять спокойствие. Тогда и город будет спать спокойно, говорят сами защитники правопорядка. Кстати, спокойствие на курорте в свой профессиональный праздник, который отмечается 2 сентября, как раз будут обеспечивать инспекторы Ольховецкие и Шагинян. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ» ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok